Следующая замечательная смесь, которая пригодится всем людям, у которых респираторная система часто является органом-мишенью при заболеваниях ОРВИ, именно связанных с бронхолегочной системой и респираторным трактом. То есть это все начиная от носа, различные инфекции, синуситы, дальше спускаемся, ларингиты и так далее, и так далее, и все, что связано с легкими. То есть так или иначе все эфирные масла, а здесь в этой смеси вы найдете три вида эвкалиптов, которые обладают очень сильным сродством к бронхам, к легким. И эвкалиптовая ингаляция – это очень эффективный способ санации легких. Мало того, что происходит санация, то есть все виды эвкалипта обладают ярко выраженными свойствами, противовирусными, антибактериальными, ну вообще бактерицидными. И очищают от инфекции, то есть убивают непосредственно инфекцию. Но есть еще и свойства усиливать оксигенацию. Вот если вы помните, то аромат эвкалипта, он пахнет немножко озончиком. То есть он такой очень свежий, очень такой холодящий и очень такой чуть-чуть остренький какой-то аромат. Здесь формула усилена тремя видами эвкалипта, потому что в разных видах эвкалиптов те или иные компоненты представлены в разных концентрациях. Поэтому когда соединяют три вида эвкалипта, то там вот эти все вещества, которые обладают заявленными свойствами антисептическими и противовирусными, они, конечно же, усиливаются. Плюс, естественно, у нас легкие санируются очень хорошо хвойными. То есть любые хвойные можно ставить в аромодиффузор. И здесь вот они представлены сосной и кипарисом. Вот два хвойных растения, относящихся к разряду хвойных, они входят сюда, в эту смесь. Сюда же входит майоран. Майоран обладает способностью расслаблять мускулатуру, то есть убирать спазмы. Майоран — очень сильное эфирное масло, которое расслабляет спазмы. Это очень важно для людей, которые, допустим, страдают аллергиями легочными. Там происходит некий отек, такой спазм легких, он чувствуется как затрудненное дыхание. И у меня однажды только в жизни такое было. Но ощущение, что ты не можешь вдохнуть. Вот этот вот спазм легких — это очень неприятное состояние. И в этот момент поднести пузырек смеси RC, я видела, как на моих глазах вот женщина, у которой начинается астматическое какое-то состояние, но потом с сипами разговаривает. То есть она уже к этому привыкла. Слава богу, мы ушли из гормональных препаратов. Она огромный молодец. Но тем не менее, вот это вот свистящее такое вот дыхание сохранялось. И вот я рекомендовала ей смесь RC. Она говорит, она у меня постоянно с собой, потому что она вот этот спазм с бронхов снимает. То есть она говорит, если я даже вот в самом начале, вот как только вот начинается, я чувствую уже вот этот какой-то приступ. Я начинаю дышать, и мне уже легко, дышится легко. За счет вот этого озонирования и кислородного насыщения происходит, ну, скажем так, улучшение работы и газообмена в легких, и спазм уходит. Поэтому очень грамотная смесь для респираторной системы. Деткам, допустим, я втираю эту смесь просто прямо в грудку. Спереди, сзади она прекрасно впитывается, потому что эвкалипты, хвойные, они имеют очень маленькую молекулярную массу, и поэтому прямо достигают легочные системы очень быстро. Но все-таки очень важно именно ингалироваться. То есть эта смесь и эвкалипты, они работают через ингаляцию очень эффективно. Может быть, даже эффективнее, чем при нанесении на кожу. Поэтому основное ее предназначение – это именно ингаляции. Можете ставить аромодиффузор, можете просто взять ватный тампончик, на него накапать несколько капель и попросить глубоко продышаться человека. Это тоже будет очень хорошо. Еще двоюродный брат эвкалиптов – это Мирт, очень сильный антисептик. Он тоже входит в состав этой смеси. То есть фактически это респираторные такие братья, очень хорошо взаимодополняющие друг друга. Ну и лаванда и мята входят в состав. Про мяту мы с вами говорили. Тоже сильный спазмолитик и лаванда, и мята. Как раз-таки они снимают спазмы, естественно, санируют легкие дополнительно. Ну и самая их основная задача в этой смеси – это, естественно, снятие спазмов и сжатий, которые могут там происходить. Ну, респираторная смесь вот этой арси пахнет невероятно приятно. То есть это, наверное, самая приятная поддержка при простуде. Потому что когда даже в комнату заходишь, с арси уже ничего не страшно. Ну и что еще можно сказать? Вот, кстати, вы не удивляетесь, что многие мне говорят, что на упаковочке нет состава. На самом деле он есть. Есть упаковочки, которые просто нужно открыть. Вот здесь есть уголочек, вот у этикетки состав невозможно уместить на этикетку. Поэтому каждая этикеточка раскрывается. И вот здесь, под этим слоем, вы можете уже прочитать состав тех компонентов, которые входят в эту смесь. И убедиться, что все, о чем мы с вами говорили, сюда входит. Поэтому открывайте этикеточки. У некоторых эфирных масел, допустим, как вот очищение, там целая книжка под этикеткой. Поэтому читайте, смотрите. И я вам очень рекомендую потихонечку. Номенклатура, конечно же, большая. Эфирных масел довольно много. Но потихонечку приучайтесь читать латинские названия. Потому что это очень важно для будущего вашего, если вы хотите ароматерапией заниматься. Потому что сказать «эвкалипт» — это ни о чем. Есть пять видов эвкалиптов, и у каждого из них какие-то акценты свойств. Безусловно, там есть много общего, но есть и особенности. Поэтому, когда мы говорим «эвкалипт лучистый», «eucalyptus radiata», «эвкалипт цитрадорус», «эвкалипт глобулюс», мы уже потихонечку представляем себе это на латинском поприще. Мне кажется, что для любого человека, который соприкасается с эфирными маслами, а тем более проходит обучение, потихонечку надо приучаться и к латинским названиям, для того чтобы вы могли уже посмотреть. Потому что были такие случаи, что человек, допустим, идет, я вот рассказываю про эфирное масло герани, допустим, он непонятно какое масло покупает, непонятно где. Говорит, вот все, что вы говорили, это полная ерунда, ничего не работает, у меня ничего не получилось. А там мало того, что вид герани, совершенно несоответствующий тем свойствам, которые я рассказывала, допустим, про пеларгонию, вот это, да, красная герань, там какой-то другой вид, у него немножко другие свойства каких-то веществ, которые являются самыми основными действующими веществами в красной герании, их вообще там нет в другой герании. Поэтому вот знания эти не будут лишними, поверьте, они вам потом пригодятся. Субтитры сделал DimaTorzok